Это эстетика фотоискусства и кинематографа. Это ритмы и стилистика видеоклипа. Это динамика сегодняшней жизни, иллюзорность реальности и убедительность иллюзий. Это оптические эффекты. Это ахроматическая гамма с яркими цветовыми акцентами. Сложный пространственный рисунок. Разнообразие идей предлагаемого направления моды дает возможность найти свой стиль, подчеркнуть индивидуальность. В центре моды разрабатывается не только стратегия моды, но и тактика ее внедрения. Выбрать оптимальный способ перехода от авторской единичной модели к массовому производству помогает компьютерная техника. Сегодня у центра моды свое опытное производство – швейная и обувная фабрики. Серии новых изделий выпускаются в количестве от пяти до пяти тысяч экземпляров. Опытное производство и свой магазин дают возможность центру моды осуществлять обратную связь с потребителем. Получать информацию о том, насколько предлагаемые модели пользуются спросом. Директор Центра моды СССР Любовь Федоровна Бурцева рассказывает. Мы имеем свой магазин, небольшой, где тоже эти товары не только продаем, но и консультируем, и помогаем человеку подобрать тот необходимый ансамбль, вот этот магазин, в котором мы здесь находимся. Здесь не только продажа, а здесь идет именно не только продажа отдельных товаров, а здесь идея скомплектовать себе ансамбль, что очень важно. И поэтому целый ряд манекенов, которые мы показываем, исходя именно из ансамбля, чтобы человек мог ходить. Это будет сразу костюм, головной убор, сумка, пояс, может и обувь, которую мы тоже делаем. Есть магазины разные, но у нас есть свой почерк. Это лавка моды, где ты пришел, и ты даже, может быть, ничего не купил, но ты уже получил информацию, ты получил заряд настроения, и ты увидел, что продается. События последних лет во многом изменили жизнь Центра моды. Перестройка нова многое нам, как организации. Мы, кроме того, что стали производственным объединением, это тоже немаловажно, мы занимаемся производством, мы разрабатываем коллекции, которые не только выпускаем в своей стране, но они интересуют и иностранные фирмы. Сегодня очень важно работать в контакте с иностранными фирмами, которые занимаются вопросами моды, ассортимента и вообще товарами легкой промышленности, как мы их называем в нашей стране. Мы проводим выставки, презентации фирм, и буквально недавно прошла такая презентация фирмы, которая делает оборудование для трикотажной промышленности, и таким образом мы имеем необходимую информацию по новому ассортименту. И это тоже веяние перестройки, потому что нам необходимо новое оборудование, новые материалы для того, чтобы нашим советским людям можно было давать разнообразные товары, разнообразные модели и изделия, которые бы они одевали с удовольствием и говорили нам спасибо. Сколько вокруг новых идей, сколько течений, сколько людей. Я не хочу дома скучать, мне обязательно надо всё знать. Новое всё непременно оставить сквозь свет, Но на укоры я знаю один лишь ответ. Это мода. Мне надо быть красивее всех, лишь только мода. Нет, как надежду на успех, я знаю точно, Всего достигну я сама, но только мода. Она свела меня с ума. Всеми доступными средствами коллектив Центра моды СССР Стремиться элегантно, разнообразно и современно одеть своих соотечественников. Это мода. Мне надо быть красивее всех, лишь только мода. Нет, как надежду на успех, я знаю точно, Всего достигну я сама, но только мода. Она свела меня с ума. Это мода. Мне надо быть счастливее всех, лишь только мода. Мне гарантирует успех, я знаю точно, Всего достигну я сама, но только мода. Она свела меня с ума. Это мода. Мне надо быть счастливее всех, лишь и все и все.